Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители! Мы рады вновь вас приветствовать и вы смотрите передачу по душам. Сегодня мы продолжаем череду наших передач относительно успешного общения и поговорим с вами сегодня о дыхании. Оставайтесь с нами! Очень часто во время общения мы не учитываем такой аспект, как правильное дыхание. Нам кажется, что все идет своим чередом и мы делаем все правильно. Однако очень часто, оказывается, люди не понимают друг друга именно из-за их дыхания. В таком случае, что нам необходимо знать о правильном дыхании? Как необходимо говорить так, чтобы человек вас понимал? И более того, как наш мозг реагирует на правильное дыхание? Внимание на экран! Во время разговора крайне важно правильно дышать. Именно ваше размеренное и правильное дыхание помогает говорящему с вами человеку чувствовать себя спокойнее и увереннее. Если мы дышим правильно, то и мозг человека реагирует правильно, то есть распознает собеседника как своего. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему два человека могут говорить совершенно одно и то же, на встрече, например, но эффект при этом разный? Очень часто именно то, как мы дышим во время разговора, играет решающую роль. А вовсе не то, была ли услышана наша идея. Если, к примеру, ваше дыхание учащенное, а у вашего коллеги, напротив, слишком спокойное, то вполне вероятно, что вы друг друга не поймете. Тот, у кого дыхание спокойное, не может понять, что вообще ему от меня нужно. А тот, у которого учащенное дыхание, напротив, раздражается, что его не хотят как будто бы слушать. Все дело оказывается в правильном дыхании. Самый главный секрет здесь заключается в том, что необходимо, оказывается, делать выдох всегда тогда, когда человек говорит. В такие моменты он чувствует, что вы полностью его понимаете. И даже если вы думаете о чем-либо другом, данный человек будет чувствовать, как будто вы его родственная душа. К тому же, когда люди разговаривают из-за неправильного дыхания, они элементарно могут друг друга не понимать. Тот, кто говорит, они думают, что их не понимают. А тот, кто слушает, чувствует, что от него хотят невозможного. Все это из-за несоответствия уровня их дыхания. Например, из-за того, что у одного слишком учащенное дыхание, а у другого слишком спокойное. В одной из прошлых передач мы с вами говорили о том, что люди предпочитают общаться с такими людьми, которые на них похожи. И это связано, мы с вами говорили, с тем, что иногда мы воспринимаем других людей как свое зеркало. То же самое касается и дыхания. Если вы правильно отзеркаливаете дыхание другого человека, он чувствует, что вы хорошо его понимаете. Отзеркаливать дыхание другого человека приходит к нам на ум не сразу. О дыхании мы вообще порой забываем. Но хорошо, когда есть люди, у которых можно спросить совета, и своевременный совет может спасти ситуацию. Ведь если человек нас не понимает, в этом тоже есть своя причина, которую необходимо просто выяснить. Но как же правильно отзеркалить дыхание? Внимание на экран. Если вы чувствуете, что вас не понимают, не спешите ругаться или требовать от него сиюминутно вас понять. Нужно создать непринужденную атмосферу, например, во время чайпития или же просто разговора. Обратите внимание на дыхание этого человека. Если вы заметили, что у него, например, спокойное дыхание, то необходимо подстроиться под это дыхание. И если ваше дыхание будет соответствовать его дыханию, то взаимопонимание обеспечено, так как наш мозг автоматически хорошо воспринимает другого человека, если ритмы дыхания соответствуют. Важно, однако, отзеркаливать дыхание на выдохе. Например, вдох делать незаметно, а выдох заметно. Или выдыхать только тогда, когда человек говорит. Ведь человек говорит всегда на выдохе. И если вы будете выдыхать, когда он говорит, то получится, что вы отзеркаливаете его дыхание. Каждый человек стремится к взаимопониманию. Однако оно связано со всеми системами организма. Будь то это питание или же дыхание. Дыхание в данном случае играет важную и даже можно сказать ключевую роль во взаимопонимании, так как настраивает весь организм человека на нужный лад в процессе общения. Подстраивать дыхание, однако, важно именно при выдохе, не на вдохе, так как именно на выдохе идет подстройка организма. Наблюдайте за словами, которые говорит ваш собеседник, и старайтесь в этот момент делать заметный выдох. Таким образом, если вы подстраиваете свое дыхание под ритм и слова вашего собеседника, со временем этот человек привыкнет к вам, начнет доверять, в процессе чего ваше общение будет успешным. Методику подстройки дыхания можно использовать и при общении по телефону, так как во время разговора по телефону также можно заметить и почувствовать дыхание вашего собеседника. И если вы будете правильно использовать дыхание в процессе разговора, то почувствуете, как ваш собеседник начнет вам доверять и хорошо общаться. Таким образом, каждый раз, когда вы разговариваете на выдохе, или, скажем так, делаете выдох, когда слушаете другого человека, он чувствует, что вы очень хорошо его понимаете, и тем самым улучшается взаимопонимание. И будет неудивительно, если в окружении вас будет очень много друзей. Многие люди, применяющие технику правильного дыхания, отмечают, что у них стало много друзей, что, оказывается, раньше они думали, к примеру, что их коллега не очень-то уж и хороший человек, но, оказывается, он порядочный, он хороший, то есть меняют свою точку зрения относительно своих коллег и друзей. Все это связано с нашим восприятием. Если мы подстроим дыхание под разговор и дыхание другого человека, наш мозг воспринимает его позитивно, как друга. Отсюда и возникают хорошие и дружеские взаимоотношения. Уважаемые телезрители, спасибо вам за ваши письма. У передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». На данный имейл и номер WhatsApp, который вы сейчас видите на экране, вы можете задать такой вопрос по психологии, которые хотели бы рассмотреть в нашей передаче. А к нам поступил вопрос, давайте его посмотрим. Здравствуйте! Почему иногда люди нервничают, когда слушают меня? Неужели это из-за того, что я быстро разговариваю? Да, действительно, порой бывает так, что нам непонятно. Вроде вы все правильно говорите, но человек, который это слушает, очень сильно нервничает. И это связано, оказывается, с уровнем нашего дыхания. Иногда, когда мы говорим, мы набираем слишком много воздуха и на выдохе тараторим слишком много слов. В такие моменты человек просто не успевает реагировать. И поэтому, оказывается, необходимо упорядочить свое дыхание и время от времени делать паузы. Каждый человек стремится обрести родственную душу. Общаться с таким человеком, с которым комфортно, уютно и который бы во всем его понимал. Это, оказывается, возможно добиться посредством правильного дыхания. А с вами была передача «По душам». До новых встреч! Ассаляму алейкум! Субтитры создавал DimaTorzok